Верховная автозрада Верховная автозрада Верховная автозрада Все бедняки с мандатом приезжают на автомобилях за миллион, при этом особо не выдумывая отговорки для журналистов, почему автомобиля, на котором приехали, нет в декларации, отвечая типично. Потому что это не моя машина. А чья? Моего друга. У вас в декларации есть Лексус? Ее Лексус, это моей дружины. Это не мой БМВ. А чей? Матери. И несмотря на то, что чуть ли не у каждого депутата есть по два, то и по три автомобиля, система выстроена таким образом, что деньги налогоплательщиков все равно предприимчивые чиновники находят куда пристроить. И в этом случае на обслуживание депутатского автопарка. За этим серым неприметным зданием и находится автопарк Верховной Рады Украины, на который ежегодно из государственного бюджета тратится 50 миллионов гривен. Сейчас без нескольких минут 8. И вот мы уже видим, первые автомобили выезжают на помощь к своим депутатам. Один за одним выезжают Тойоты, Апеля, Пежо и редко, когда старенькие Мерседесы. Карету подадут депутату, только если тот заранее закажет ее. Больше никто не вправе пользоваться этой услугой. Только народные депутаты, больше никто не вызывает. Если депутаты на работу приезжают на своих люкс-авто, кому же тогда мчит автопарк государственный? По поводу того, нужен ли депутатам собственный автопарк, спорят уже как минимум два года. С одной стороны, и активисты-депутаты задают главам Верховной Рады резонный вопрос. А зачем же этот пережиток прошлого? Ведь для бюджета страны будет экономней, если депутаты начнут пользоваться обыкновенным такси, а не государственным автопарком. В защиту депутатов аргументы из канцелярии Верховной Рады доносятся более чем убедительные. Так ведь безопасность же, какое там такси? Автобаза Верховной Рады забезпечивает качественно и в первую очередь безопасное обслуговывание деятельности Верховной Рады. Секретные материалы имеют в распоряжении эксклюзивный документ, согласно которому вместо обещанной для государства экономии автобаза аппарата Верховной Рады только увеличила расходы. За загальным фондом бюджету передбачено выдатки у суммы 51 миллион гривен, что на 13 миллионов 285 тысяч гривен больше, ніж у попередньому. При этом директор автобазы Валентин Гнатов для секретных материалов признается, из 45 лет стажа с каждым годом работы убавляется. Депутаты хотят пользоваться личными автомобилями. В этом году у вас чуть-чуть больше работы, чем в том. Не, я бы не сказал бы. Я бы не сказал бы. И, понимаете, я кто, получается, что с каждым годом все меньше работы. Получается, что деньги из бюджета, при том, что депутаты не пользуются автопарком, как раньше, все равно расходуются. Тогда кто и как их расходуют? Ответ наверняка стоит искать под Верховной Радой. Сессионное утро под парламентом. Без нескольких минут 9 на горизонте появляется новый спикер Верховной Рады Андрей Порубий. Аж глазам приятно. Спикер в сопровождении одного охранника с отеля Киев. Он расположен рядом, идет пешком на работу. Но стоит немного оглянуться, как мы увидим, что напротив второе лицо после президента сопровождают два автомобиля. Один внедорожник, который съедает минимум 15 литров на 100 километров. И совсем неэкономный Мерседес. Если бы на этом и закончилась трата бюджетных денег. Но вот в 9 утра на работу спешит автомобиль с пресс-секретарем Андрея Владимировича Татьяной Подольской. Приезжает под Верховную Раду на Тойоте Камри с номерами К, такими же, как мы видели на государственной автобазе. Что за ранняя встреча еще до начала рабочего дня на государственном автомобиле? Мы позвонили Татьяне, чтобы задать этот вопрос. Но она запретила выдавать в эфир наш разговор, порекомендовав отослать запрос для проверки своего личного графика. Мы так и сделали. Секретные материалы замечали и депутатов на государственных автомобилях. Вот, к примеру, Светлана Вацеховская, нардеп от Народного фронта. В декларации автомобиль есть Hyundai Santa Fe. Но, похоже, госпожа Вацеховская решила воспользоваться случаем и поездить за счет налогоплательщиков. Приезжают на Тойоте с государственными номерами, крайне похожими на те, которые у машин, что выезжали с автобазы Верховной Рады. Складывается впечатление, что огромнейший государственный автопарк – это лишь дополнительные извозчики, которые всегда рядом. По закону, каждый депутат имеет право 25 часов в месяц проездить на этом государственном автомобиле и за деньги налогоплательщиков.